Страшна и трагична судьба диких животных, содержащихся в неволе человеком. Встречаются любители наживы, выжимающие из животных все здоровье, адскими условиями содержания, постоянными фотосессиями и трюками. Лишь немногим из диких красавцев удается выжить, еще меньшему числу, обрести спокойную и счастливую жизнь. Великолепная, когда-то красавица Шейла, речайшая белая львица, бесчисленное количество раз использовалась в фотосессиях и музыкальных клипах, пока была молода. Откуда взял ее хозяин неизвестно, но в природе такие животные встречаются только в заповеднике Тимбавати и национальном парке Крюгер в Африке. Львица жила в окружении вспышек фотоаппаратов и театральных прожекторов, что подавляющим образом действовало на психику животного. Она не была агрессивной и покорно терпела действия людей, а они видели лишь красоту внешнего облика, который все ближе подводил животное гибели. Не ограничиваясь художественными съемками, ее хозяин решил пойти в эксплуатацию животного еще дальше. Теперь Шейла вместе с другими хищниками принимала участие в трюках на частных вечеринках и городских праздниках. Счастливая случайность способствовала тому, что о бедствиях редчайшего животного узнали в Министерстве сельского хозяйства США. После этого вмешательства белая львица была передана в Центр спасения и единовременного содержания экзотических животных дикой природы. Сотрудникам долго пришлось бороться не только за ее здоровье, но и жизнь. Исхудавшее и ослабленное животное было сломлено морально и физически. Основатель Центра Вики Кихи узнал, что Шейла не первое животное, доведенное ее бывшим хозяином до полного истощения. У львицы было полное равнодушие к жизни, к еде, воде и игрушкам. Даже если ей удавалось поесть, почти всегда пища выходила с рвотой. Рискуя остаться без пальцев, простые рабочие Центра пытались вручную запихнуть львицы в пасть куски мяса, надеясь, что она начнет есть. Было видно, что животное еще и очень болеет. После диагностирования был выявлен токсоплазмоз. Сотрудники Центра, вопреки всему, продолжали надеяться и начали лечение. Принять окончательное решение об усыплении столь красивого животного было невыносимо. После введения первой же дозы лекарства здоровье Шейлы значительно улучшилось. Все были очень обрадованы, но задались вопросом, нет ли дополнительного фактора, повлиявшего на здоровье львицы столь позитивным образом. Возможно, его можно использовать и дальше. Счастливым фактором, оказавшим позитивное влияние на Шейлу, оказался ее новый сосед из соседнего вольера – лев Кан. Его судьба была не менее трагична. Он побывал в тех же руках, что и Шейла. Шкура его хранила следы плетки. Вес почти на 46 кг ниже средней нормы для взрослого льва. Кости сильно искривлены, поскольку держали животное в маленькой клетке, сильно задерживающей физическое развитие. Если Шейла при поступлении была безразличной и подавленной, Кан отличался крайней агрессией и недоверчивостью. Чуть легче стало, когда сотрудники обработали раны, и они перестали доставлять льву сильные боли. В вольерах центра встретились два одиночества – Кан и Шейла. В природе львы живут группами – прайдами, поэтому не мудрено, что двух несчастных животных потянуло друг к другу. Сотрудники центра решили сначала разрешить им время от времени играть вместе, а затем объединили влюблённых Кан и Шейлу в общем вольере. Вырвавшись из ада, представители львиного племени сумели вернуться к жизни и даже образовать семью. Они оба похорошели, а их самочувствие улучшилось. Бывший владелец львов был лишён лицензии на содержание животных, очень быстро потерял свой бизнес и с трудом избежал тюрьмы за жестокое обращение с питомцами. А самое главное – ему никогда уже не удастся отнимать у животных здоровье и жизнь. Всякое деяние рождает свой результат, и творящий издевательство над попавшими в неволю животными должен быть уверен, что обязательно получит от судьбы ответный удар. На сегодня у меня всё. Делитесь этой историей с друзьями и близкими. До новых видео!